Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Medical Fitness, я его ведущий Кравцов Сергей, сегодня мы будем говорить о сколиозе повздошного отдела. В общем, хотелось бы выделить, что, конечно, это повышенный риск грыжообразования, потому что на одном участке позвонков давление располагается неравномерно, в общем, повышенное образование функциональных блокад, в общем-то, все, что угодно с позвонками может произойти, потому что, с одной стороны, нагрузка больше повздошной мышцы, с другой стороны, нагрузка меньше, но это не самое такое плохое, так скажем. Дальше что? Идет сброс, идет сброс, допустим, если это правосторонний повздошный, у нас сколиоз повздошного отдела, то у нас будет идти сброс, да, на правое колено, соответственно, это, возможно, образование различных дегеративных изменений артритов, артрозов и так далее, но мне приходили, ко мне приходили люди с проблемой с избыточным весом, повздошным сколиозом, и у них было фактически истерто колено, и там операция – это только эндопротезия коленного сустава, то есть речь даже не идет о том, что можно как-то артроскопию провести, а была операция по полной замене суставов. Поэтому, друзья, лечите свой повздошный сколиоз, обязательно занимайтесь этими вопросами, используйте корригирующую физкультуру, мануальную терапию и так далее, не запускайте ни в коем случае, потому что еще что может быть – это также варикозное различное образование, потому что трофика тканей полностью нарушается, и трофика нижних конечностей нарушается, и отсюда могут возникать совершенно различные дегеративные процессы во всем вашем организме, ну а в основном, конечно, это от нижней конечности страдают. Спасибо вам огромное за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите, пишите о том, какие темы вам интересны. Будем снимать в следующие выпуски.